и другие любимцы начальный курс Серенгетти. Кот, прыгающий выше двух метров? Может ли кто заключить в Серенгетти контракт на обувь? Думаю, это так же высоко, как рост Шакелонила. Очень высоко. Этот уникальный прыгун обладает самыми длинными лапами из всех домашних кошек. Серенгетти напоминают мне Шарли Стерон. Очень красивые, очень длинноногие. Самая выдающаяся черта этой породы – невероятно длинные лапы. Их голова кажется маленькой из-за довольно больших ушей. У них стоячие закругленные уши. Они создают ощущение, как будто кошка всегда на стороже. Правда, большие уши, просто огромные. На шерстке четкий пятнистый рисунок. У котов в Серенгетти должны быть четкие пятна, как у леопардовой кошки. В лосяной стержне их шерсти прозрачны, и поэтому издалека вам кажется, что они мерцают. Но истинный облик Серенгетти, возможно, еще не до конца осознан. Это Карен Сассман и ее 10-летняя Серенгетти Софи. Порошая девочка. Карен знает кое-что о Серенгетти и их поведении. В конце концов, именно она вывела породу в 1994 году. Ее путешествие началось здесь, в заповеднике растений и диких животных, помогающим сохранению пустыни. Будучи в свое время президентом пустыни, Карен очень полюбила сервалов. За ними интересно наблюдать. Они готовы к взаимодействию. Сервал – дикий африканский кот средних размеров. У него большие стоячие уши, длинные лапы и пятнистый окрас. Карен – опытная заводчица кошек. Она решила создать новую породу домашних кошек, которая обладала бы внешностью диких сервалов, но не их характером. Мне нравится быть рядом с кошками, и я многое о них знаю. Как генетик я чувствовала, что смогу создать особенных кошек. В создании породы сначала регистрируют название. Карен назвала породу в честь ареала обитания сервалов в Серенгетти. Казалось, это слово отражает визуальный образ, который я хотела создать. Затем Карен отобрала породы, которые создадут кота ее мечты. Я выбрала бенгальскую породу из-за веса тела и яркости шерсти. Вторую породу Карен искала среди короткошерстных кошек, обладающих длинными лапами и большими ушами. Она выбрала восточную короткошерстную, потому что они пятнистые и очень утонченные кошки. Да, ты такая. Затем нужно было убедиться, что у создаваемой породы будет хороший нрав и хорошее здоровье. Карен начала навещать заводчиков, которых знала лично. Вы в ответе, когда приводите в мир животных. Поэтому важно, чтобы эти животные были здоровыми. Карен провела ультразвуковое исследование и проверила сердце каждого возможного кандидата и наследственные болезни. Для создания породы, особенно здоровой, требуется поколение. Как же она создавала породу на протяжении поколений? Во-первых, среди первых приплодов Карен выбрала одного-двух котят с явными чертами, необходимыми для породы. Чтобы восполнить недостающие черты, их скрещивали или с бенгальскими, или с восточными кошками. Вы рисуете поколение за поколением при помощи генетического материала. Большинство пород развивается благодаря селективному разведению. Появлялись новые приплоды и продолжалось скрещивание серенгети с самыми сильными чертами. Чтобы избежать близкородственных связей, потребовалось пять поколений, удаленных от общего предка. Котята, не прошедшие отбор, попали в хорошие семьи. Прошло четыре года, и появились десять приплодов, прежде чем Карен нашла первую настоящую серенгети. Софи стала первой кошкой, сказавшей мне, «Карен, ты способна это сделать». До появления Софи Карен подсчитала, что 33% котят из приплодов с нужными качествами серенгети достаточно для продолжения разведения. С появлением Софи это соотношение выросло до 60-80%. Я думала, что это всего лишь мечта. С появлением Софи эта мечта стала реальностью. В результате численность породы увеличилась. Согласно реестрам, около 16 заводчиков произвели на свет почти 900 котят серенгети. Вообще-то мне кажется, что я еще далека от создания кошки, которую представляю себе. Всегда есть к чему стремиться. Но до тех пор с ней все время рядом Софи. Кошка, доказывающая, что все возможно. Она всегда будет со мной, потому что с нее все началось. Она действительно настоящая серенгети. Серенгети страдают некоторыми заболеваниями, среди которых риск образования камней в почках. Эти неприятные и опасные частицы образуются в почках или мочевом пузыре кошки. Моча становится перенасыщенной кристаллами. Они становятся тверже, выпадают в осадок и начинают соединяться друг с другом, образуя камни. Со временем камни увеличиваются в размерах и количестве. Проходя через уретру, камни застревают и препятствуют оттоку мочи из мочевого пузыря. Выбирая рацион питания для вашей кошки или котенка, проконсультируйтесь с ветеринаром, потому что он может дать лучшую рекомендацию для вашего кота. Уход за кошками этой короткошерстной породы легок. Потребуется иногда вычесывать их щеткой. Когда вы держите кошку с густым, коротким, роскошным мехом, вам не нужно ее часто вычесывать, как персов, чья шерсть повсюду. Поэтому это отличный питомец, и в доме нет шерсти. Отличная кошка. Иногда людям хочется добавить блеска их шерсти. Но прежде проконсультируйтесь у ветеринара, какой шампунь или кондиционер сохранит блеск шерсти. Серенгетти – дружелюбные общительные коты, подходящие любой семье. Это особый тип породы. Они экзотичны, но при этом нежны и любопытны. Все исследуют. Думаю, они подойдут для неопытных владельцев, решивших взять кошку в первый раз. В Серенгетти бывают проблемы со здоровьем, которые можно решить при помощи правильной диеты. За ними легко ухаживать. Они могут взаимодействовать и ладить с кем угодно.